здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу продолжить тему фиалочный бизнес от а до я к сожалению часть материала которую я сняла ранее немножко мне не понравился поэтому я пересняла определенные моменты и уже сейчас хочу выложить вам еще одну часть темы которую я подняла раньше в первом ролике я сделаю список отображения где будет полностью сложены все ролики по этой теме все части для того чтобы предоставить вам качественный материал пришлось немножко задержаться так как времени оказалось нужно на это больше поэтому прошу вас отнестись с пониманием буду выкладывать ролики по мере возможности чтобы материал был логичным систематизированными качественным давайте продолжим пройдемся еще раз по пунктам первое это у нас растут ли у нас фиалки растут определились хорошо второе есть место где-то все разместить поставить выращивать так третье у нас отсутствуют аллергические реакции четвертый очень важный момент это наличие рынка сбыта интернет это конечно тоже хорошо вот но еще очень даже замечательно иметь под рукой вот допустим если вы живете в большой городе линию метро какие-то ярмарки выставки но не имеется ввиду выставки фиалок там гораздо сложнее дороже да нужно оборудование этот вопрос я не затрагиваю так как выставках я не участвую меня на это все нету времени и возможности поехать поучаствовать заплатить взнос то есть там достаточно сложный процесс внедрить значит мы сейчас говорим не о выставках мы говорим о рынках да допустим вот какие-то там воскресные субботние рынке что вы можете выйти в теплое время года в поставить свои фиалочки цветущие прекрасным образом продавать деточки проходящими мимо барышнями которые будут заглядываться на ваше красивое растение это однозначно работающий вариант но на это естественно тоже нужно время то есть рынок у нас такой это рынок сбыта через интернет если у нас возможность подключения к интернету если у вас возможность да вот использовать давать объявления на каких-то там сайтах особенно очень популярны вот допустим у нас в украине ул x очень хорошо продается на этом сайте сайт бесплатных объявлений вот очень важно оформить себе группы вконтакте в одноклассниках девочки очень хорошо покупают интересуются то есть уже наличие какой-то группы вконтакте и регистрации вот в этих всех соц сетях дает вам определенную стабильность покупателя просто человек если видишь что вы вконтакте у вас есть группа у вас есть отзывы есть какие-то клиенты есть лента новостей уже люди заинтересовываются потому что как я уже сказала в самом начале я недооценила важности вот именно этого момента я сразу не оформила не группу не оформилась не в одноклассниках не в контактах не на ютубе как бы ну немножко время потеряла но ничего мы наверстываем упущенное вот и думаю все еще впереди поэтому это тоже очень важный момент если есть возможность и даже если ее нет этой возможности все равно нужно регистрироваться поддерживать связь вот искать возможность вот реализовывать через группы соц сетях на фейсбуке не пробовала не регистрировалась пока что но буду смотреть если буду успевать значит будем заниматься еще и там теперь вот еще один такой момент то делать или не делать сайт свой я в принципе сделал свой сайт на бесплатной основе есть такой вот интересная платформа интересная дим до кум так потому что другие спрашивала но вы знаете там просто идет такая дурацкая реклама потом начинается всякие там нехорошие показывают рекламу не интересно некрасиво на весь спорте твит или плати там вот такая вот система есть что или платишь деньги чтобы твою эту рекламу не показывали да вот или сидит человек и ждет там 10-15 секунд чтобы ты вот просмотрела то что они всю ерунду которые хотят показать ты сидишь и смотришь чтобы приступить просмотру сайта соответственно человек теряется ему это не интересно ну и мне тоже было так неприятно однажды я открыла девочка сайт свою сделала в одну уж очень сильно мне хотелось посмотреть я конечно это все выдержала но вот при каждом открытии страницы да вот если захотела перейти на страницу бегуни вот там сразу опять та же реклама на весь экран и пока ты не просмотришь дальше не будешь смотреть то есть тоже нужно вот насчет этих бесплатных сайтов нужно учитывать вот этот момент потому что можно потратить кучу времени и сделать сайта потом он будет несмотримый несчитабельный и абсолютно неинтересно вот ну нашли вы себе сделали сайт можно сделать в принципе достаточно легко и на самом раннем стадии я в принципе признаюсь представляю сейчас будет конечно огромное количество дизлайков потому что я да я использую фотографии из интернета потому что я изначально сделала саму одну из самых важных ошибок я не покупала цветущие растения вот я чуть дальше расскажу почему это важно вот и поэтому вот у меня сорт еще не цвел я шла себе вот у меня называется сорт вот так вот я себе пошла в интернет вот взяла название картинку поставила фотографию все каталог готов но перед этим конечно предварительно предупреждала своих клиентов что и вот допустим вот эта розетка она еще у меня не цвела кто хотел тот заказывал что не хотела не заказывал но это такое дело это тоже вот технический момент такой использовать или не использовать чужие фотографии но я в принципе не считают такой вот сильной крайностью что вот категорически нет да я знаю что это очень много времени занимает и силы если допустим кто-то будет использовать мою фотографию в своем каталоге ну да ради бога я понимаете это не то на чем надо стена так вот стараться у всех ну у каждого своя точка зрения в этом смысле вот значит сделали сайт не сделали принципе тоже не не очень сильно важно как бы особенно платить за это деньги на ранней стадии я считаю что нет смысла вот это если вы уже допустим раскрутились ваши пошли клиенты и наработалась там допустим такое определенное количество средств которые вы получается и получаете ежемесячно да вот можно уже говорить о создании сайта сейчас достаточно много вот этих вот всех платформ бесплатных опять же нужно увидеть посмотреть действия какие-то рекламы не рекламы так тип но если давайте на цене так что такое цена фиалки что такое цена сорта как вас что с этим делать и как с ним бороться тут вот палка в двух концах можно поставить огромную большую цену высокую да на тот же сорт который вы дорого покупали где-то на выставке вот и ждать пока придет клиент который будет у вас покупать дорого но к сожалению сейчас таких клиентов достаточно мало они конечно есть эти клиенты не покупают интересуются все и в принципе есть люди которые считают что лучше заплатить дороже да и купить что-то подороже чем купить где-то там подешевле но как правило как правило вот есть такое понятие платежеспособность людей а вот в принципе все прекрасно понимают о чем я говорю если платежеспособность падает то соответственно покупать дорого не так уже много соглашается поэтому здесь нужно вот как-то немножко понимать тот момент что вы хотите сделать продать мало но дорого или продать много но дешево так и соответственно вот из этой середины золотой вот можно найти вот такой вот ручеек где можно продавать по нормальным ценам да вот есть клиенты постоянные которые будут хотеть у вас новинки какие-то и уже соответственно эти новинки можно продавать дороже потому что по сути вы же еще их не успели вырастить в этом покупаете за 100 гривен лист и хотите чтобы продавался у вас этот сорт там вот его надо вырастить время вложить в это все и средства и освещение сюда и в конечном итоге что-то из этого получить поэтому не стесняясь конечно можно продавать дорого но еще раз повторюсь тут нужно иметь золотую середину нужно иметь как дорогие сорта в своем ассортименте так и сорта дешево если у вас много места есть возможность вырастить и время то я считаю что можно допустим это мое личное мнение опять же и мой опыт можно допустим наработать определенное количество сортов которые будут идти по низкой цене потом еще количество сортов которые будут дороже стоить и соответственно количество сортов вот новинки которые стоят дорого но кстати не все понимают что такое новинки почему она так стоит и почему это ну потому что но закупки дорогое да ну что фиалка когда она новая мало распространенная это соответственно имеет как называется ценность сорта вот ну и так получается что новинки стоят дороже чем то что уже было допустим лет десять назад хотя допустим, есть сорта, которые идут ретро и в принципе тоже уже мало распространенные. Девочки умудряются зарабатывать на ретро сортах, ставят их дороже. Мы с вами уже прошлись по основным этапам. Растут, место есть, у нас нет аллергии на химикаты, есть рынок сбыта. Теперь мы сделали заказ, нам сделали заказ, мы поработали с клиентом, все оговорили, запаковали. Важный момент, который нужно учитывать при работе с фиалками, это кто будет это все у вас отвозить. Доставка. Доставка нужно осуществлять в то время, когда вам удобно и нужно понимать, что если вы делаете оформляете заказ, да, и у вас просят там привезти, отвезти, нужно понимать, что если вы везете, допустим, определенное количество заказов, это все требует определенного места, так, в руках, как вы будете везти, в руках, на машине, на такси, то есть это, соответственно, транспортные расходы. если у вас близко находится, допустим, та же почта, которую вы отправляете, или, допустим, вы работаете, и вам очень удобно после работы с кем-то встречаться, то это тоже, в принципе, плюс такой, очень большой, потому что все-таки транспортные расходы тоже нужно учитывать именно при отправке заказов с вашей стороны. Если кто-то у вас, допустим, вы походу едете куда-то, и у вас походу идут новая почта, Укрпочта, или, допустим, в России, или в Казахстане, то есть это те вот перевозчики, которые вы в них уверены. Да, вот тогда очень хорошо отправлять, отсылать и так далее. Теперь вопрос оплаты. нужно ли делать наложенным платежом, нужно ли делать, потребовать предоплату. Ну, я считаю, это каждый решает по-своему, я отправляю и так, и так. Бывает просто у людей, вот клиенты, когда звонят, спрашивают, заказывают, но человек не доверяет, да, и в принципе он хочет получить и по факту заплатить. Бывает человек не то, что не доверяет, ему неудобно добраться до того же банкомата или терминала, чтобы перечислить деньги там, то есть, находится в другом стороне или вообще в поселке нету, да, этого банкомата или терминала. Человеку проще наложенным платежом на месте рассчитаться. и в принципе я сколько отправляла, тьфу, конечно, у меня всегда забирали растения и я, ну как объяснить, ну не было такого, что вот заказали и не забрали. Всегда забирают, девочки все ответственные, спасибо большое с моим клиентам, за то, что они в принципе вот так вот относятся хорошо к моим растениям, возвращаются, заказывают еще, что очень, в принципе, приятно и я, ну как, в этом смысле немножко раньше волновалась, сейчас уже немножко поспокойнее, потому что клиенты возвращаются, это самый главный момент вот в этом деле, если клиент возвращается, значит у вас качественный посадочный материал, если клиенты не возвращаются во сразу покупки в общей массе, то тогда получается, что ну надо что-то менять, вот в этом смысле насчет вот наложенного или неналоженного платежа, каждый решает для себя, кто только, вот я пересылаю только вот если вы оплатите наперед, ну это тоже такой момент есть риск с разных сторон, человек может просто отказаться от покупки из-за того, что вы принимаете такую позицию, как только, допустим, предоплата. В продолжении данной темы приглашаю просмотреть в следующих выпусках темы фиалочный бизнес от А до Я. Спасибо за просмотр, удачного вам дня!